Приветствую вас, я думаю, что у вас уже словилось определенное решение, вы уже приняли определенное решение, как мне кажется, как мне видится, вот. И, на мой взгляд, с это решением вы пытаетесь, ну, на это решение вы пытаетесь получить одобрение, одобрение, собственно, психолога. Вот, мне кажется, что в основе лежит некоторая ваша неуверенность в себе, вот, в основе лежит некоторое такое вот недоверие в себе, сомнение, страхи, скорее всего, речь идет про чрезмерную ответственность, которую вы на себя обзвалили, по сути дела. Вот, вот, так, по крайней мере, думаю я. Вот, и так это вот тоже, как бы, самое очевидное, что может быть в этой ситуации, потому что, ну, совершенно очевидно, что слишком много на вас навалилось. Вот, вам тяжело, и, как бы, вы постоянно чувствуете ответственность. Я бы сказал, что вначале имело бы смысл поработать с личными границами вашими. Дальше уже, потом можно было бы, ну, можно было бы принимать решение относительно того, как вам поступать. Вот, я бы так сказал. Сейчас, сейчас, находясь вот в таком положении, в таком состоянии, вот, вам решение принять очень сложно. Ну, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Да, вам сложно принять решение. Там и так. Слишком много перемен. Вот. Слишком много сложностей, естественно, вам тяжело. Это норма. Поэтому, важно, чтобы вы выстраивали все, в том числе, да, своим мужем, такие отношения, где у вас была бы, была бы, была бы возможность полагаться на него. но не в том полагаться на него, что он может дать, а в том полагаться на него в том, чего вы хотите. Вот, это мне кажется важный момент, а вот судя по всему так не получается сделать, к сожалению. Вот отсюда начинаются определенные трудности, как мне кажется. Поэтому обращаю ваше внимание на отношения с мужем, обращаю ваше внимание на ваши, значит, личные границы. Вот, ну то есть на то, насколько вы их, свои личные границы, отстаиваете, насколько вы их защищаете, защищаете ли вы их вообще. Вот, и соответственно уже дальше можно вам помогать. Дальше можно уже смотреть куда вам, ну в какую сторону, ну в какую сторону можно двигаться. Сейчас просто стоит сказать, что вы находитесь в ловушке. Вот, мне кажется, что вы сами-сами в глубине души это понимаете, что вы находитесь в ловушке. Вот, что вы находитесь, находитесь, ну вот в таком неком замкнутом кругу. Вот, вы это понимаете в глубине души. Вот, и пытаетесь найти подтверждение у нас. Поэтому это вашу проблему не решить ни в коем случае. Вот, проблему вашу может решить только работа с вашими чувствами, переживаниями, личными границами. Вот, и выстраиванием адекватного общения с мужем. Вот. Да, вы совершенно правы, что работать на нелюбимой работе не лучший вариант. Это правда. Но, и мне, со своей стороны, например, крайне сложно избавиться от ощущений, вот, что вас используют. Используют вас, ну вот, как единственного источника дохода. Вот. Может быть это и неплохо. А, тут тоже важно понимать, что я не говорю, что это прям сто процентов плохо. Нет. Но речь идёт скорее о том, насколько вам самое комфортное в этом состоянии. Вот. И судя по тому, что вы задаёте вопрос свой, ну, мне кажется, что комфортно вам не очень. Вот. Далее. Далее. Вот у вас информации много, да? Вопрос у вас по сути один. Вот. Информации у вас один много. К сожалению, значение и смысл этой информации для меня ускользает. Вы описываете свою ситуацию, но это все ситуация, в которой вы в какой-то степени находитесь в позиции жертвы. Ну, это ваша ответственность, быть жертвой в этой ситуации. Понимаете? Это ваша ответственность. И вы можете не допускать свекровь к себе, у которой, кстати, тоже нет дохода. Как у вашего мужа. Вот. Вы можете не обеспечивать своего мужа, например. И так далее. То есть вариантов достаточно много. Как только вы обратите внимание на то, что, грубо говоря, какие-то из проблем, да, которые есть в вашей жизни, совершенно не ваши. Вот. Да. Для этого нужно смело, чтобы отказаться от решения таких проблем. Это правда. Да. Ваши родные встретят подобный поступок не способен. Это уж правда. Но это очень хорошо что он проверяет отношения между вами. И если вы боитесь проверять, так можете и прожить жизнь, рвя свои жилы и живя для других. Можете рискнуть и начать выстраивать куда более качественные и гармоничные отношения. Для этого вам нужна психотерапия. Чтобы вернуть себе свою чувствительность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. И удачи. что уже начали